МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционно нашими участниками являются член коллегии, министр Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей Слепнёв, президент Ассоциации «Познаём Евразию», представитель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фалика и представитель правления директора фонда Росконгресс Александр Стуглев. Коллеги, рад вас приветствовать. И, конечно же, не могу не задать первый вопрос. Для начала дискуссии организаторам мероприятия. Понятно всем, что в нынешнее время пандемии очень тяжело вообще организовать что-то в принципе, а уж такое масштабное мероприятие, которым является проводимый с 2012 года форум Веронии, это вообще практически невозможно. Поэтому, профессор Фаликов, вам первый вопрос. Как вам это удаётся и что вы ждёте от того форума, который состоится уже буквально через несколько недель? Всем добрый день. Евразийский экономический форум, как и предусмотрено будет, как в присутствии, так и онлайн, 28-29 октября. Целью является дать слово всем, без дискриминации, чтобы обсудить без предрассудков и идеологических преград экономически наиболее актуальные вопросы от Атлантического до Тихоокеана. Не все этого хотят, но это уже другой разговор. Хотим также предложить вниманию наших участников самые горячие темы с итальянскими и российскими крупнейшими компаниями евразийских стран. В этом году мы ставим ударение, что необходимо под нужды общества подвергнуть экономику, большую социальную справедливость и экономику, построенную на благо человека. Будут тематические столы относительно энергии, которые теперь становятся особо важными. Что касается энергии, циркулярной экономики и управления. Пандемия обязывает нас придать внимание санитарным мерам, которые как тема имела большой успех на прошлом выпуске. Разумеется, мы также думаем о финансах, о финансовом аспекте, о контактах B2B, то есть то, что мы не смогли организовать по понятным причинам в 2020 году. Я надеюсь, что мы обсудим все то, что нам, увы, придется жить вместе с пандемическими условиями. Чтобы выйти из этого, необходимо в корне изменить неолиберистскую модель экономического развития не путем модели, которые предлагают доброский форум, то есть переход от шер-экономики до стейк-холдер-экономики, а меняя реалистично и мудро в сторону человеческой экономики с учетом ограниченных ресурсов нашей планеты, природы и этического, интеллектуального и социального развития человеческого сообщества. Тот факт, что мы организуем это в присутствии, это значит не только, что санитарная ситуация в Италии явно улучшается благодаря кампании массовых прививок, но подчеркиваю, что все предприниматели, как все люди, рады вновь возобновить свои контакты, познакомиться с новыми людьми, чтобы вернуться к тем идеям, проектам и инициативам, которые, я надеюсь, породятся в Вероне. И я думаю, что это самое важное в этом мероприятии в Вероне, то есть человеческий фактор. Разумеется, я хочу поблагодарить нашего главного партнера Росконгресс и Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, ЕАЭС и всех остальных наших партнеров и спонсоров. А вас благодарю за внимание и готов ответить на вопросы, которые вы можете мне задать во время данной пресс-конференции. Спасибо еще раз. Мой следующий вопрос представителю соорганизатора форума в Вероне Александру Стуглеву, как председатель Росконгресса. Какие ожидания от форума? Что вы думаете там произойдет и что вы хотели, что там произошло? Добрый день, Алексей. Я, конечно, хочу всех поблагодарить, кто присутствует сегодня на пресс-конференции, всех, кто нас слушает, Андрей Александрович Слепнев, профессор Антонио Фалико за ту огромную работу, которую они ведут по программе, по развитию смыслов нашего мероприятия в Вероне. Хочу подчеркнуть, что те дискуссии, которые начаты были на Петербургском международном экономическом форуме, продолжены на Восточном экономическом форуме в этом году, посвященные Большой Евразии от Лиссабона до Владивостока, то, о чем сейчас говорят многие бизнесмены, я уверен, будут продолжены. Мы все видели и уже многократно говорили о том, что коронавирус резко оборвал глобализацию и внес значительные коррективы как в бизнес, так и в личные человеческие отношения, в социальный сектор. Поэтому есть о чем поговорить представителям и бизнеса, и политики, и социального сектора. Поэтому такие события, как форум Вероне, который является на сегодняшний день уникальным с международной точки зрения, где собираются в одном месте и политики, и бизнесмены, и получают, скажем так, свободное пространство для дискуссий, для выработки решений, для будущего нашего совместного. Уверен, мы все воспользуемся этим прекрасным шансом. Благодаря еще раз хочу подчеркнуть всем нашим партнерам, и особенно профессору Антонио Фаликову. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Действительно, Росконгресс очень, мягко говоря, активен на международной арене, и форум Вероне, можно считать, что это один из самых успешных, совместных с Ассоциацией по новым Евразию проектов. Я хотел бы еще поговорить о взаимодействии Евразийского экономического союза и Европейского союза, что во многом же форум Вероне задумывался как площадка для диалога между представителями ЕС и ЕС, и хотел сам такой вопрос задать. Но меня опередило агентство «Банки и финансы», и среди тех вопросов, которые нам прислали в нашу конференцию журналисты, появился следующий. Каково положение дел в взаимоотношениях ЕС и ЕС? Есть ли какие-то общие проекты? Что сейчас по этой линии происходит? Я хотел бы попросить прокомментировать этот вопрос Андрея Александровича Слепнева. Большое спасибо. Во-первых, я хотел еще раз отметить ту большую работу, которую проводит господин Фалик Александр Анатольевич и фонд Росконгресс по Веронскому форуму. Это уже 14-й форум. Могу отметить, что действительно, на сегодня фактически это такая единственная авторитетная площадка с историей и с хорошим бэкграундом, которая есть для полноценного разговора на разных уровнях, на уровне официальных лиц и бизнеса на европейской территории, на территории ЕС. И это, конечно, просто лишнее подтверждение, что сама идея этого форума и вот эта настойчивая его поддержка со стороны и экспертного сообщества и бизнеса, и правительства Италии, она, в общем, дает свои плоды. Я думаю, в этом году этот форум может привлечь большой интерес, большой интерес, неподдельный, больше, чем обычно даже. Почему? Давайте посмотрим повестку, которая у нас объективно присутствует в отношениях. Ну, конечно, невозможно будет обойти тему энергетики в нескольких аспектах. Очевидно, будет обсуждаться и газовые котировки, и нефтяные котировки, и вообще вся идеология энергоперехода. Сейчас жизнь, так сказать, несколько обострила и привлекла внимание к тем, так сказать, планировкам, тем подходам, которые были изначально заложены по той траектории, которая может быть в этих важных инициативах. Конечно, мы все привержены климатической повестке и разделяем её цели. Об этом многократно заявлялось. Это, кстати, очень важная точка консолидации. Задаются часто вопросы. Ну, а вот идея большой Евразии. Давно ведь была высказана, уже больше 10 лет мы её обсуждаем. Она вообще, так сказать, жизнеспособная. Где развитие? Ну, вот мы сейчас и видим, что, допустим, в этой климатической повестке идея Евразии может быть наполнена, видимо, должна быть наполнена большим содержанием. Ведь климатическая повестка – это не только, а, может быть, даже и не столько вопросы борьбы с потеплением. Это сейчас, по факту, такой всеоблемующий процесс, технологический переход. Некоторые говорят, технологическая революция. Некоторые говорят, что глобальное изменение правил игры по многим направлениям и в экономике, и в торговле. Некоторые говорят, что новые технологические все вот эти решения, они будут выстроены, конечно, на цифровых основах. То есть это ещё и цифровая революция, такой в полноценном её реализации. То есть это такой серьёзный разговор. И тут надо понять, мы в этом разговоре являемся конкурентами, которые, значит, бегут на перегонки, стараясь, значит, получить какие-то призы. Либо мы друг друга дополняем, действительно, и развиваясь экономически, как подчеркнул президент Путин, и одновременно решая вопросы экономического развития. При этом мы должны понимать, что вот этот весь процесс, о котором сейчас все говорят, и совершенно справедливо, он, очевидно, будет не в течение года, двух-трёх. Это серьёзный такой процесс исторических масштабов, который будет занимать десятилетия, может, несколько десятилетий. И этот процесс сейчас проходит, конечно, в обстановке беспрецедентных рисков, самого разного свойства, начиная от нестабильности рынков. Мы вот видим сейчас, да, то есть эти все нестабильности, вот сейчас мы видим на энергетическом рынке. Мы за ростом цен, условно говоря, в 20 раз на газ в Европе, конечно, нам уже как-то кажется, что 30-процентный рост на правовольствие, оно как-то вроде бы и ничего. Ну, наверное, но, понимаете, за год на 30-процентное продовольствие, по докладам ФАУ. И это продолжается. Дальше мы видим металлы, дальше мы видим всё. Дальше мы видим огромные пузыри на финансовых рынках, которые, конечно, являются естественным следствием политики количества смягчения, которые вынуждены были проводить многие государства, реагируя на пандемию и так далее. То есть это всё, конечно, у нас такая обстановка очень сложная. И вот здесь возникает вопрос, мы в этой сложной обстановке всё-таки объединяем ресурсы, повышаем взаимную устойчивость, снижаем какой-то рисковый потенциал в взаимных отношениях от краевного возможности, либо мы продолжаем здесь нагнетать. И вот мне кажется, эта площадка будет очень полезной, потому что политики действуют, как говорится, в своём, в своей парадигме. Но сейчас уже жизнь начинает корректировать эту парадигму. Ну а что касается отношений с ЕС, мы констатируем рост таких интересов со стороны партнёров. Из ЕС только что состоялись у нас полноценные консультации, обсуждали и климат, обсуждали и вино техрегулированием, обсуждали технологическую сопряжённость, цифровые коридоры, целый ряд процессов. Так что я считаю, что перспектива есть. Спасибо, Александр Анатольевич. Практически Вы ответили на следующий вопрос. Итальянское издание «Раша-24» задавало вопрос о том, как Евразийская комиссия оценивает перспективы отношения с Еврокомиссией. Думаю, смысла от него дополнительно отвечать нет. Но вот у меня в процессе Вашего выступления родился другой вопрос. Вопрос. Цифровая трансформация и развитие зелёной экономики в совокупности. Это действительно, Вы полагаете, революция, которая создаст принципиально новую экономику? И если да, то как это отразится именно на глобальных интеграционных процессах? Ну, смотрите. Это серьёзный вопрос, где много аспектов. Конечно, мы сейчас предполагаем, мы не знаем. Но очевидно, что большинство новых технологий строятся на платформе. И в этом смысле роль технологических платформ резко растёт. Дальше, что касается уже цифровой экономики по снижению издержек. Ну, вот, например, мы сейчас развиваем цифровой транспортный коридор. Из Китая в Европу мы видим, что за счёт цифровизации, просто ухода от всех бумажных документов, мы можем резко сократить издержки по сухопутному маршруту, даже без создания новой инфраструктуры. Потому что огромные потери на пограничных переходах, на оформлении – это действительно просто дни и дни, это десятки процентов и по цене, и по времени. Вот, ещё один конкретный, наши премьеры получили, сейчас получили мы поручение от них, сделали дорожную карту. Работаем, кстати, совместно и с Узбекистаном, который активно интегрировался в эту тему. И сейчас обсуждаем с китайской стороны, подключение с европейцами. То есть, вот конкретный свяжущий элемент, цифра – это то, что сейчас даёт наибольший, то, что называется Big Fast Result. И так же будет и по большинству трансформационных процессов. В этом смысле вы говорите, как будет развиваться. Ну, конечно, есть риск, как всегда, доминирования неких технологических платформ и попытки уже диктовать правила игры уже с позиции этого технологического доминирования, которое сейчас не только, как условно говорят, банковское или финансовое лобби, дать деньги или не дать деньги. Здесь ещё, может быть, ситуация поинтереснее, потому что здесь вопрос о технологии, которая идёт даже глубже, чем принять финансовых решений. Она задействует технологический процесс. В этом смысле очень важны альтернативы, чтобы тема технологического суверенитета становится абсолютно не пустой. И тема в этом плане технологической кооперации с проверительными партнёрами является тоже абсолютно очень важной. И я думаю, что действительно сейчас ситуация такая в новой экономике, кто будет устойчиво себя чувствовать? Те, у кого есть свои технологии, у кого есть широкая сеть партнёрств проверенных, у кого есть действительно серьёзный потенциал в этих сферах. Но вот это то, чем мы сейчас занимаемся, и, конечно, не в плане такой, скажем, полноценной, ну, я знаю, абсолютной подводной лодки, полной локализации и так далее. В плане развития партнёрства с соблюдением интересов всех участников. Мне кажется, это сейчас вот такая ключевая задача, в контексте чего должны рассматриваться, ну, большинство процессов происходящих. Спасибо большое за Ваш ответ. Поддержаем отвечать на вопросы журналистов. Они, к сожалению, по понятным причинам сегодня не могут присутствовать в зале, но зато прислали вопросы, которые хотели бы уточнить. Целый блок вопросов от агентства «Россия сегодня», в частности, такой. В какой степени и по каким направлениям Веронский форум будет способствовать продвижению приоритетов устойчивого развития? Вопрос ко всем участникам, кто захочет ответить. Я думаю, что, во-первых, с точки зрения организации Веронского форума и, как я уже говорил, площадки, достаточно свободной для открытых дискуссий, все цели устойчивого развития могут быть представлены. Но, говоря о некотором временном интервале, все-таки форум имеет рамки сессий, пленарного заседания, и всего лишь трех дней нахождения участников на площадке форума необходимы акценты. И в этом году то, о чем уже говорили предыдущие выступающие, основные вопросы, которые будут обсуждены, это вопросы развития экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии от Атлантики до Тихого океана. Это если ответить так кратко, потому что можно перечислить все цели и углубиться в программу форума. Но, скорее всего, лучше приадресоваться заинтересованным представителям СМИ на сайт форум верона.ком и посмотреть программу. Спасибо большое. Другой вопрос тоже от Агентства России сегодня. Будет ли на форуме уделено внимание обсуждению информационной безопасности в процессе цифровой трансформации экономик и формирования общего цифрового пространства ЕАЭС? Ну, так, в такой формулировке вопрос задан. Видимо, имеется в виду, насколько большое обсуждение цифровая тема получит в Вероне, если так в целом. В рамках нашей программы, как вы можете увидеть, есть целая сессия, посвященная инновациям. И во время этой сессии слово возьмут представители инноваций, не только Европы, не только Италии, не только России, но также и Соединенных Штатов и ряда других стран. Так что это горячая тема. Мы это вставляем как бы в рамках того, что мы называем слова цифрового перехода, но это переходит даже через рамки цифрового перехода, поскольку касается всей экономической системы после пандемии. Про технологические платформы и говоря о глубине проникновения их в различные институты, институции современной экономики, мы можем к недавнему опыту, наверное, всего человечества или большинства человечества обратиться, когда был шотдаун с WhatsApp, Facebook, Instagram, и вроде как бы эти приложения рассматриваются как развлекательные. Но это совершенно конкретный пример, когда весь мир из-за сбоев в цифровых платформах может встать. Поэтому вопросы безопасности на сегодняшний день цифровых платформ, на мой взгляд, носят такое же первостепенное значение, как вопросы личной безопасности человека, как вопросы здравоохранения, когда речь идет уже о физическом, возможно, о каких-то физических процессах, которые могут остановиться и сильно повлиять на жизнь человека, человечества, экономики. Я просто хотел дополнить. Поэтому все, уверен, сессии, они на Вероновском форуме динамично развиваются и отражают иногда процессы, происходящие в мире в моменте. Мы не знаем, что произойдет завтра, но я практически уверен, что профессор Фалико с коллегами, кто занимается программой, постараются, чтобы эти процессы нашли отражение в программе Веронского форума. Спасибо большое. Вопрос от газеты «Известия». В 2020 году из-за локдауна сократился мировой товарооборот между странами. Улучшается ли ситуация в 2021 году? Наверное, да, вам, Андрей Александрович, придется отвечать. Да, спасибо. Ситуация улучшается, это очевидно. Цифры показывают у нас рост по торговле, то, что мы называем с дальним зарубежьем, на 35% практически наш рост идет. Внутри цифры чуть меньше, но мы просто упали меньше. Там порядка у нас 24% роста внутри союзной торговли. Если мы посмотрим по таким показателям, как физический объем, сейчас ведь очень цены сильно скачут. По прогнозам ВТО, в физобъемах по итогам 2021 года рост будет 10%. Но вот мы смотрим по 7 месяцам текущего года, статистика подошла, у нас рост по физобъемам по нашему экспорту, по несырьевому только экспорту, я не говорю даже по ставке нефтегаза, по несырьевому 15%. То есть я могу сказать, что в целом мы неплохо прошли пандемию в прошлом году, кстати говоря, несмотря на все эти падения цены и прочее. По физобъему мы ведь не упали, по несырьевому, энергетическому. Был рост и внутренней, и внешней торговли. Благодаря в том числе сельскому хозяйству был очень большой рост в этой связи и так далее. То есть мы видим, что торговля, конечно, развивается. Но что тревожит? Тревожит, конечно, совсем другая нынче ситуация и тревожат спекулятивные факторы, которые начинают всё активнее играть на сырьевом рынке, на рынке коммодисис. Мы видим, что рост цен, который сегодня происходит, во многом и, может быть, в большей уже степени начинает иметь спекулятивные движения. То есть инвесторы, просто опасаясь судьбы дальнейшей по традиционным финансовым инструментам, начинают всё активнее уходить в коммодисис. Это, конечно, такая опасная тенденция. Тоже её необходимо осмыслить в мировой торговле, осмыслить, потому что она может привести к серьёзной разбалонтировке. Мы смотрим, работаем, обсуждаем эти все процессы. Спасибо большое. От журнала «Союзное государство» сразу два вопроса к профессору Фалека. Первый – как развивается отношение ассоциации «Познаем Евразию» с белорусским бизнесом, с Белоруссией? И второй – какое место в Большой Евразии могла бы занять Беларусь? С Белоруссией у ассоциации есть официальные отношения. У нас есть договор с их торговой палатой. Так что я могу сказать, что в рамках всех экономических и фитосанитарных проблем мы хорошо разбиваемся. Беларусь, как мы её можем видеть в рамках Большой Евразии? Ну, естественно, если у неё хорошее положительное отношение с Россией, то она может играть очень великую роль. И мы считаем, что вот этот союз России и Белоруссии должна развиваться согласно тем программам, которые были намечены и оглашены руководителями этой организации. Если это произойдёт, то, конечно, и роль Беларуси будет очень важной. Профессор Фалика, есть несколько таких очень общих вопросов по энергетике. Потому что тема энергетики традиционно большое место занимает в программе Веронского форума. Если их так систематизировать, то можно так озвучить данный вопрос. Что на современном этапе означает обеспечение энергетической безопасности? И какое значение обеспечение энергетической безопасности играет для интеграционных процессов? Можно, в принципе, и общий ответ дать на общий вопрос. Но если есть интерес у коллег-журналистов, может кто-нибудь согласится ответить. На форуме будут представители, важнейших поставщиков газа в Европу. И представители компаний, которые поставляют наибольшую часть нефти Европе и не только Европе. Наряду с ними, разумеется, я, конечно, имею в виду «Газпром» и «Роснефть». Но вместе с ними будут также американские компании, например, как «Эксон Мобайл» и ряд других европейских компаний. И вместе они обсудят, в чем суть этой энергетической безопасности. Естественно, для Европы очень важно, чтобы Россия и крупнейшие производители нефтегаза России смогут развивать их компанию, их промышленность. Без этого нет никакой энергетической безопасности. И в этом смысле я надеюсь, что дискуссия будет очень глубокой и подробной, не поддаваясь популизму или моде, экологии, которая, увы, интересует порой не только Европу, но и ряд других континентов, чтобы дать понять, что так называемый энергетический и экологический переход – это очень длительный процесс, и который не может обходить будущую технологию для извлечения нефти, и не может обойти никоим образом газ в переходе к зеленому водороду. То есть уже голубой водород, уже сейчас и в течение многих лет, вполне адекватен, чтобы защитить наши природные ресурсы. Так что я надеюсь, что дискуссия будет очень подробной, которая не будет подвержена моде, а будет основанной на технологически адекватному развитию. Как говорил Андрей, увы, сейчас модно также и девкладывать, деинвестировать в традиционные источники, и это очень отрицательный фактор, поскольку он нас ведет, как мы знаем, к увеличению, к повышению цен сырья и, главным образом, энергии, что не происходило с 2018 года. Так что я надеюсь, что наша платформа сможет действительно внести свою лепту в преодоление такого рекламного, модного подхода, который, увы, является предметом повышенного внимания со стороны многих органов. Вы задали вопрос относительно энергетической безопасности. Вы знаете, мне кажется, просто частное мнение, что сейчас наибольший риск для энергетической безопасности – это популизм политический. У нас через два дня будет саммит Евразийского союза, наши президенты собираются. Одна из тем, которые они будут обсуждать центрально, это будет такое достаточно амбициозное заявление по климатической повестке. Давайте мы его дождемся уже, осталось всего лишь два дня. Но, тем не менее, понятно, что мы уже знаем, что там будет акцентировано целый ряд конкретных, важных очень и для Союза, и для внешней аудитории позиций. И, кстати говоря, по энергетической безопасности. Конечно, мы должны использовать те ресурсы, которые у нас есть для того, чтобы снизить углеродный след по текущим, по существующим источникам. Прежде всего, это, конечно, газ, нефть, да и, кстати, и уголь. На Сахалине же реализуется проект как раз по зелёному углю, потому что снижается углеродный след при добыче этого. Постепенный переход должен быть. Об этом уже и Путин говорил недавно. И то, что касается атомной энергетики. Тоже идут ведь дискуссии огромные и по атомной энергетике, и по крупной гидрогенерации идут дискуссии. Понимаете? Но тут возникает вопрос. Конечно, бы хотелось быть полностью политическими независимыми от всего мира и, так сказать, вершить свою политику с этой позиции. Но это сложно сделать, если мы будем поддерживать текущий уровень потребления. Тогда нам просто надо всем переселяться в палатки. Тогда действительно мы сможем на возобновляемых источниках энергии, возможно, на маленькой плиточке готовить себе кашу по утрам. Если мы хотим жить при том уровне энергопотребления, при том уровне развития, который мы имеем сегодня, безусловно, здесь нужно иметь очень сбалансированную, очень чёткую позицию. И вот, наверное, этот политический популизм, который сейчас у нас просто вышел из-под контроля, представляет действительно наибольший риск. Вот очень важен профессиональный диалог для того, чтобы на примере тех кейсов, которые мы сегодня имеем, показать, как надо грамотно реагировать на эти вызовы. Я хочу ещё обратить внимание на те дискуссии, которые поддерживает Ассоциация «Познаём Евразию» в рамках и Петербургского международного экономического форума, и Восточного экономического форума. И завтра начинается Российская энергетическая неделя. Наши партнёры всегда вкладывают большое, привносят большой вклад в программу этих мероприятий. И немаловажное значение там имеет вопрос энергетической безопасности. Поэтому, опять же, если обращаться к ресурсам сайтов, в том числе Росконгресса, Российской энергетической недели, а также тем дискуссиям, которые пройдут на Веронском форуме, думаю, этот вопрос будет раскрыт. Но если, опять же, внимательно познакомиться с материалами уже состоявшихся дискуссий, основные риски на сегодняшний день энергетической безопасности лежат в политической сфере и в сфере политического популизма. Спасибо, Александр Анатольевич. Наверное, заключительный вопрос, если у коллег в зале не будет каких-то других вопросов, тоже общего характера. Сейчас у нас в мире такая очень серьёзная политическая турбулентность. Многие уже вообще о Второй Холодной войне заговорили, там, Тайване, обострение в Закавказье, там, в Косово. Вот мир стал очень нестабильным в политическом плане. На интеграционные процессы, в частности, на Евразийский экономический союз, это как-то влияет? Или это параллельные треки? Политика сама по себе, а профессионалы делают свою работу в области интеграционных процессов. Насколько этот фактор мешать стал? Ну, я начну. Я думаю, профессор Фалик обязательно дополнит, потому что он этой темой занимается профессионально, как эксперт, давно. Полностью согласен, что идея глобализма, она сейчас, конечно, переживает не лучшие времена. Но идея национального сепаратизма, она также не имеет многих сторонников. Понятно, что, так скажем, регионализация, она объективно является вот здесь вот балансиром каким-то. Грамотная регионализация в рамках, может быть, больших даже макрообъединений. Это первый момент. Второй момент, вот если говорить даже про идею Большой Евразии, мы уже об этом затронули. Действительно, у нас есть активный диалог с Китаем в рамках соглашения. У нас активно сейчас активизируется дискуссия с Европейской комиссией по целому ряду вопросов, обсуждая даже энергопереход, обсуждая связанность и ряд других вопросов. Здесь мы видим интерес. И, кстати, я обратил бы внимание еще на одно измерение Большой Евразии, это измерение Север-Юг. Кстати, почему-то мы о нем редко говорим. Оно крайне многообещающее. Вот мы сейчас работаем по этому направлению, ведем переговоры с Ираном по зоне свободной торговли, ведем переговоры с Индией. И этот коридор Север-Юг, особенно с учетом расшивки конфликта на Южном Кавказе, она, конечно, совсем по-другому начинает раскрываться. Это тоже одно из измерений, о которых нам, может быть, отдельно надо будет как-то поговорить. Ну а что касается Евразийского союза, даже если мы возьмем нашу стратегию, стратегия амбициозная, нам надо 2024 года решить вопрос по единому рынку нефтегаза, по рынкам услуг, по электрогенерации, уже конкретно заключить конкретные соглашения, на которых мы сейчас работаем. Плюс сейчас новые темы, такие как тот же климат, цифра, электронная торговля, это вот все итог последнего года, новые темы, которые мы... По наблюдательству, к нам присоединился Узбекистан в качестве наблюдателя, сейчас мы, значит, ведем переговор целый ряд стран по зонам свободной торговли, по будущим и текущим, вот такая цифра. Сегодня у нас партнеров по ЗСТ не так много, это общая численность государств, партнеров, около чуть меньше 300 миллионов человек. Если мы реализуем ту задачу, которую мы сейчас имеем, в наших стратегических документах по переговорной работе и по интеграции через каналы свободной торговли, у нас к 2025 году должна быть общая численность наших государств, партнеров больше 2 миллиардов человек и больше 5 триллионов экономики, понимаете? Это вот к вопросу, востребован Союз или нет. Это мы еще не можем удовлетворить все желания партнеров, которые хотят интегрироваться с Союзом, просто у нас нет для этого переговоров ресурсов для введения этой работы. Таким образом, могу сказать, что профессиональные делают свое дело, все понимают, что нужно идти этим путем, огромные возможности для развития транзитного потенциала, и операционного сотрудничества. Уверен, что здесь у нас будет, безусловно, много работы, много результатов. Может быть, они не будут такой носить яркого фуристского характера, но зато они будут создавать реальную основу для будущего роста. Александр Иванович, я позволю себе все-таки еще один дополнительный вопрос, исходя из вашего выступления. С какими сейчас странами ЕАЭС в какой-то стадии ведет переговоры о заключении зоны свободной торговли? И, кроме того, уточняющий вопрос по Египту. Я знаю, что сейчас Минпромторг активизировал свои усилия снова по общей индустриальной зоне, если не ошибаюсь. А что сейчас по линии ЕАЭС с Египтом, в частности, и вообще? С какими странами ЗСТ у нас планируется, в какой стадии? С Египтом мы в переговорах уже на такой очень продвинутой стадии. Надеюсь, что мы в ближайшем будущем сможем рассказать о достигнутых принципиально договоренностях. Это широкая сделка, и она будет провождаться, конечно, и работой стран по двухсторонней повестке. Россия работает активно, Беларусь работает активно, развиваются производства. Ну, в целом, это, конечно, ворота в африканский регион, ворота в арабский регион. Очень важная страна. Кроме того, у нас сейчас полноценное, полноформатное соглашение с Ираном в переговорах, как я уже сказал, Индия. И мы ведем исследования перехода к переговорам с такими странами, как Монголия и Индонезия. Индонезия – важный рынок, там больше 200 миллионов человек, 280 миллионов человек. Вот то, что мы имеем сегодня. Ну и это очень амбициозная повестка, я считаю. Спасибо большое. Если никто не хочет ничего добавить из участников, тогда коллеги присутствуют в следующей зале. Есть ли какие-то вопросы у вас, уточняющие? Я думаю, нет, то, что в основном все журналисты онлайн задавали. Ну, мне остается только поблагодарить всех участников нашей сегодняшней песс-конференции и агентства МИРСЕС сегодня за предоставленную площадку. Спасибо большое. Я думаю, мы не последний раз встречаемся. И вам, профессор Фалика, персональное спасибо за то, что вы столько лет реализуете Веронский форум, даже в непростых условиях пандемии. его, способствовать его организации в Италии. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.